Пальто – элегантная, стильная вещь, которая должна быть в гардеробе каждого уважающего себя мужчины. Так решил Никита Колосов и сделал себе подарок на Новый год в виде дорогого пальто из натурального кашемира. Но радость от покупки длилась недолго. Близкие Никиты заподозрили, что указанный на бирке состав изделия – 30% шерсти и 70% кашемира – не соответствуют действительности. Пришла знакомая в гости, решил похвастаться покупкой. Она разбирается у меня в тканях, сама работает в ателье. И для того, чтобы доказать мне, что все-таки пальто не кашемировое, оторвали маленький такой кусочек шерсти, подожгли, и свернулось все в такой шарик. Поэтому я понял, что меня обманули. Для наглядности мы решили провести собственный эксперимент. У нас есть два образца ткани – это акрил и натуральная шерсть. Шерсть при сгорании должна выделять характерный запах и рассыпаться в пепел. А акрил, как синтетический материал, сплавляется в шарик. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение о несоответствии товара, заявленном на этикетке характеристикам, юристы рекомендуют сделать экспертизу, о проведении которой покупатель должен заранее уведомить продавца. Продавец обязан продавать товар того качества, которое он заявляет. И он обязан сообщить потребителю обо всех характеристиках этого товара. Если, соответственно, товар не соответствует заявленным характеристикам, это однозначно нарушение прав потребителей. Потом, соответственно, уже подавать судебную претензию, пытаться решить, естественно, мирным путем, потому что всегда это проще для обеих сторон и выгоднее. Ну, если уже не смогли договориться, то тогда обращаться в суд. В суде покупатель вправе требовать не только возмещения затрат на покупку товара, не соответствующего заявленным характеристикам, но также компенсацию средств, потраченных на проведение экспертизы, судебные издержки и оплату услуг представителя. Кроме того, в случае решения суда в пользу потребителя, продавец будет обязан выплатить неустойку, которая составляет 1% от цены товара за каждый день просрочки, плюс заплатить штраф в пользу покупателя в размере 50% от суммы иска. Максим Магомедов, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.